всем привет друзья мои добро пожаловать на мой канал я очень рада вас видеть снова а сегодня речь пойдет о моих покупках на зиму и если вам интересно то оставайтесь со мной вещи покупались постепенно в течение последнего месяца и давайте начнем и покажу вам то что я купила на эту зиму я как-то в таиландском влоге говорила что банкок я купила себе шапку зимнюю так как это был уже конец зимы этого года то я не успела ее поносить и в этот раз я ее достала я уже один раз ее надела она конечно очень необычно напоминает главную героиню фильма ирония судьбы я ее ношу с чем-то не меховым это может быть пальто это может быть дута куртка такие меховые шапки действительно напоминают времена наших родителей наших мам банковские дизайнеры они у них был свой корнер торговом доме они продавали вещи которые они делали своими руками и мне захотелось иметь что-то от них напишите в комментариях стали бы вы носить такую шапку эту шапку я уже успела поносить вот этой курткой это наверное самое теплое что я сегодня вам покажу прям теплых вещей я не покупаю и не потому что я не мерзлячка потому что у нас достаточно мягкая зима поэтому в принципе вот этой куртке мне будет достаточно утка от российского бренда лиджио мне ее прислали в качестве презента знаете за что я именно благодарна блогингу то что я для себя открываю те бренды которые я бы вне блогинга для себя бы не открыл это это кожа у нее идет специальный утеплитель но это куртка реально тепло у нас уже было минус 15 по нашим меркам это очень холодно потому что у нас высокая влажность в городе в этой куртке мне не было холодно тому же это очень модный фасон такого оверсайз пуховика смотрится очень сильно за счет своих фактур изделия из кожи но в то же время это объемный одеяло пуховик представляете это моя первая в жизни пара черных водочек я не знаю мне кажется они у всех есть кроме меня у меня 35 с половиной размер это очень сложный размер сапоги кроссовки я могу купить 36 размер но именно туфли мне нужен именно тот идеальный 35 с половиной чтобы он сидел плотно на ноге и не спадал при ходьбе может если кроссовки полностью облегают ногу то здесь они могут просто тупо спадать это антонио биаджи я купила их у нас в торговом центре они дико удобные на них была скидка это чистая кожа что внутри что снаружи у них удобный маленький каблук я знаю что уже немножко поздно показывать тренч и потому что на улице уже снег но вчера я его надевала у нас было где-то минус 10 я его надела поверх очень теплая одежда у меня была такая многослойность у меня была водолазка сверху комбинезон очень теплый и сверху тренч я не замерзла тренч той длины которую я очень люблю я не очень люблю короткие тренчи которые не доходят до колен я люблю длину миди и это прослеживается абсолютно во всем в том числе в плане пальто потому что для меня это идеальная длина которая хорошо смотрится к примеру с платьями длинной миди либо с юбками эти вещи производятся в турции бренд называется кайра очень качественный все эти девушки привозят вещи из турции именно для девушек которые покрыты то есть это длинные юбки длинные платья длинные тренчи если вы ищете такую одежду то рекомендую посетить их страничку инстаграм эту вещь я купила уже месяца два назад но решила вам тоже ее показать потому что это такая база и я такие цвета очень люблю носить осенью вот такого плана такого оттенка и это тоже сейчас мой такой мастхэв который я тоже на что довольно часто с джинсами просто управляют джинсы смотрится классно массива дути такие водолазки которые более-менее обтягивают я ношу под пиджаки в общем такая обычная базовая вещь которая кажется в любом гардеробе не будет лишней также из тепленького вот такой свитер and top 20 студия сайт top top.ru них на сайте можно найти очень трендовые красивые яркие вещи разные вещи не люблю из-за того что некоторые из них бывают колючим я не могу только носить а вот он очень приятно к телу его можно надеть на голое тело и потрясающий теплый зеленый цвет который как мне кажется очень не идет потому что у меня все-таки теплая внешность он такого ворсайз я люблю заправлять один край в джинсы ношу так в этот раз потянула на зеленое вот как вы можете заметить эти черёжки они тоже сайта top top.ru винтажном стиле с этого же сайта ко мне пришел вот такой комбинезон смотрите какой потрясающий цвет когда я увидела на сайте я подумала что он обязательно должен стать моим я давно хотела себе комбинезон подобного плана чтобы он был с длинным рукавом есть подвернула вчера надевала на мой взгляд это мега стильно смотрится как с каблучками таки с грубыми ботинками я надевала его вчера с белыми казачками белый с этим цветом смотрится волшебно девчонки я просто вчера чувствовала на себе взгляды прохожих на мой взгляд это намного более стильно нежели просто платье следующие теплые вещи которые хочу показать что вот такие брюки это шерстяные брюки обожаю такие вещи зимой потому что я несмотря на то что истинный фанат джинс я не очень люблю носить джинсы зимой хочется облачиться во все мягкое вязаная теплое надеюсь вы понимаете о чем я закутаться спрятаться в общем вот эти штаны я ношу тоже не снимаю они очень-очень теплые превосходного качества и они широкие то есть под низ при желании можно надеть колготки кстати девчонки спрашивали у меня в инстаграме как носить колготки зимой где покупаю покупаю в основном в кальзидоне кстати недавно брала там леопардовые колготки о которых я тоже сейчас расскажу а также взяла себе обычные черные там колготки темно-серые колготки я бы сказала такого графитового цвета который кстати выглядит более стильно чем черный и тоже подходит подо все леопардовые колготки достаточно сложно скомбинировать потому что это сама по себе вещь вау мне показалось его может приглушить да его вот эффект только такое простое лаконичное платье но черное смотрелось бы слишком И мне показалось, что вот такого какого-то цвета спокойного платья приглушит его. И это платье я купила специально под мои леопардовые колготки. Никогда не думала, что буду под колготки выбирать платье. Тем не менее, этот тандем смотрится очень красиво. Это платье мини, но оно такой элегантной длины, то есть не совсем короткое. Хорошо держит форму, не мнется. Качество мне очень понравилось. Надевала я этот лук леопардовой колготки платья Safari с вот этими коричневыми ботинками Chelsea. Разбавляют любой лук. И вообще, как я раньше не додумывалась купить себе коричневые ботинки, потому что это просто палочка-выручалочка для более светлых аутфитов. Все, что более-менее светлое, как раз смотрится очень круто с коричневой обувью и вообще не смотрится с черной. Следующее, что я вам покажу, это теплый пиджак. Очень теплый, классно. Вот как раз тот эффект многослойности, который можно создать зимой, не надевая слишком теплую верхнюю одежду, можно создать с теплыми пиджаками. Потому что если вы наденете, к примеру, водолазьку поверх теплый жакет, поверх тренч или там легкое пальто, это будет выглядеть и стильно, и вы не замерзнете. Этот год, наверное, год тренчи и жакета. Красивая клетка, такой серо-зеленый глубокий цвет. И что мне в нем нравится, он прямого кроя, то есть он не приталенный и такой оверсайз. Смотрится классно на какие-то легкие платья летящие, на какие-то такие более обтягивающие вещи, потому что он такой достаточно объемный, прям такой папин пиджак. Еще я вам хотела показать свою обувь на эту зиму. Бренд Bronx заказывала на La Moda. На La Moda сейчас, наверное, вы успели заметить, что актуально вот такие пряжки на грубых ботинках. Я тоже не стала отставать. Кстати, скоро на La Moda будет также Черная пятница, как и на многих сайтах. Успейте купить то, что у вас в избранном именно в эти даты. По поводу этих ботинок, эти ботинки осенние, в них нет меха, они кожаные как внутри, так и снаружи. Не очень теплые, но на термо-носок, я думаю, что я зимой в них прохожу. Чаще всего я нахожусь за рулем, и мне как бы не очень холодно. Есть мои старые кожаные ботинки с овчиной внутри, они очень-очень теплые. В них я чаще всего гуляю, выхожу куда-то, где нужно много времени провести на улице. Если мне нужно добраться до машины и вылезти с машины, там на 10 минут на улицу, я ношу осеннюю обувь с термо-носком или даже без иногда, когда у нас тепло, всю зиму. Что еще хотела показать, это вот такую сумку. Это эко-кожа, огромная сумка, и я ее в последнее время ношу самую часто, потому что здесь удобный замок, она очень вместительная. Смотрите, у меня даже здесь какие-то вещи лежат. Вот для съемок брала берет, кстати, его тоже надо показать по сейчас. Как хорошо я сюда залезла. Шапочка. Ну, все, что нужно было вчера для съемок. Очень-очень удобно для фэшн-блогера, которому нужно иметь миллион аксессуаров с собой. Нравится, что здесь такой черепаховый ремень. И вообще то, что здесь такой ремешок, смотрится прикольно, по-моему. Мне давно нужен был шоппер, и наконец-то он у меня появился. Причем в таких цветах, которые можно комбинировать буквально со всем. И именно то, что ремень контрастный, делает эту сумку стильной. Кстати, два кармашка, один на замочке, другой без. В общем, очень удобная сумка для повседневной жизни. Ну, раз уж и вытащила из сумки, то покажу. Это тоже у такого цвета спокойного, который подходит абсолютно под любую мою верхнюю одежду. Шапочка из магазина Ики. У меня такая же есть в ярко-желтом цвете. Я показывать ее, наверное, не буду уже. Меня еще часто спрашивают, можно ли такие шапки а-ля спортивный стиль носить с классическими пальто, с классическими шубами. Не можно, девчонки, а нужно, потому что это, во-первых, создает нужный баланс. Шапка мега универсальная над тем, что ее можно носить как с более спортивной одеждой, типа пуховик, да, оверсайз, так и с классическим пальто с поясом. И вот этот беретик я также уже, кажется, показывала в одном из своих видео. Я покупала его в магазине Аксессор Айз. Что самое главное, он держит форму. И мне не всегда, кстати, идут береты. Этот берет очень идет. Вот эту вещь я купила. И не знаю, с чем ее носить. Это ремень от бренда Салта. Это казахстанский бренд. Купила, когда была на шопинге с клиенткой, до сих пор не знаю, что с ним делать. Здесь написано Fashion Salta. Как бы Fashion Fashion, а Салта это бренд. Классно будет, наверное, на черном пальто, нужно попробовать. Но вот ему где-то месяц, и я не могу никак его приспособить. Со мной это бывает крайне редко. Или это просто не мое, я не знаю. Напишите в комментариях, с чем бы вы носили такой ремень. Не знаю, нравится вам вообще такой или нет. Это были все покупки, о которых я хотела рассказать. Напишите также мне в комментариях, что вам понравилось из всего того, что я показала. Поставьте мне лайк. И если вы не подписаны на мой канал, то обязательно это сделайте. Увидимся очень скоро. Пока-пока.